Всем привет, мои хорошие! С вами Кемери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Вы можете заметить, что порция совсем маленькая, но это очень-очень калорийное блюдо, которое называется кунафе. Это что-то вроде пахлавы. На самом деле очень понравилось, решила снять для вас тоже. Выглядит вот так вот. Вот так вот. Это сладость. Господи, как же это сладко! Ммм, очень вкусно! Пахлава не сравнится с этой. Вкусняши. А внутри тут еще что-то наподобие сыра. Посмотрите, как тянется. Приготовила чай. Это самая вкусная сладость, которую я когда-либо пробовала. Особенно вот этот сыр, он какой-то, знаете, сладкий. Нереальный. В прошлый раз я кушала с мороженым, а это с творогом. Хотя порция небольшая, я не уверена, что это я смогу съесть. Потому что калорийность вообще огромная. Огромная калорийность. Сегодня целый день ходила по врачам, пошла к дерматологу, мне прописали кучу всего. Я вообще решила следить за своим здоровьем, пойти по всем врачам. У меня есть немножко сыпь на лице, это меня в последнее время раздражает очень сильно. Вот. Ой-ой-ой, ой, как вкусно. Если вы никогда не пробовали, обязательно советую вам. Вообще нужно пробовать разные блюда. Я всегда в меню видела эту сладость, но думала, ну когда попробовала... Я помню, я была на дне рождения, там один парень заказал себе. Я просто немножечко попробовала у него. Потом сразу заказала себе тоже. Вот как это тянется. И давайте еще будем отвечать на вопросы, которые вы мне задавали в моем инстаграме. Если вы еще не подписаны на мой инстаграм, то обязательно сделайте это. Как зовут твоего брата? Ответь, пожалуйста, я всегда задаю тебе вопрос, но ты никогда на них не отвечаешь. Я вам говорила, что про брата я ничего говорить не хочу. Хотела ли когда-нибудь поменять религию? Вот это интересный вопрос. Нет. Я вообще не верю в религию, но я верю в единого Бога. Не знаю, не верится мне, что... Господи, как же это вкусно. Никогда мысли поменять религию у меня не было. Я вообще не редкиозный человек. Я считаю, что чем быть зацикленным на религии, лучше просто быть хорошим человеком, помогать бедным, никого не обманывать и так далее. Мне кажется, если по жизни быть хорошим человеком, просто хорошим человеком, это Богу понравится. Почему бы тебе не начать снимать стримы? Было бы идеально. Насчет стримов я даже, если честно, не знаю. В принципе, я смотрю, многие блогеры снимают стримы, и там, типа, подписчики кидают блогеру донаты, деньги и так далее. Мне, если честно, немножко стыдно снимать стрим. Может быть, когда-нибудь я приду к этому. Но сейчас мне как-то, я не знаю, мне как-то стыдно. Проще говоря, просто стыдно. Вот. Но я делаю кое-что наподобие стримов. Я захожу в прямой эфир в Инстаграме. Там кушаю и отвечаю на ваши вопросы. Это тоже, мне кажется, что-то вроде стрима, просто вы не можете делать донаты. По мне, идеально. Очень-очень сладко. Кстати, вот этот стакан я взяла, потому что не нашла свой новый. Если кто не знает, мне подарили стакан с моей фотографией. И там написано Айка Эмили. Шикарно. Бывает ли у тебя такое, что тебе становится смешно из-за своих мыслей? Мне бывает иногда, знаете, какое? Какая-то серьезная обстановка. Очень ответственная. И мне резко становится смешно. Мне просто хочется ржать. Вот такое вот у меня очень часто бывает. Какая черта твоего характер тебя больше всего бесит? Мне очень не нравится моя несобранность. То есть я иногда делаю что-то очень-очень медленно, хотя могу делать это намного быстрее. Да, я много чего успеваю за день. Но я считаю, что это не предел. Я могу успевать больше. Хотя у меня, знаете, такая работа, она требует точность. Но я люблю делать все быстро. Сейчас вообще не к столу, но скажу вам так. Сегодня, когда я была вообще, я была в кожвен диспансере. То есть у меня был вариант пойти просто к какому-то косметологу, у которого непонятно, есть медицинское образование или нет. В какой-то навороченный, я не знаю, салон красоты. Я решила пойти в конкретную больницу, которая занимается только кожными проблемами. И вы знаете, я увидела там людей, у которых действительно проблемы с кожей. То есть я думала, что у меня какие-то проблемы. Но когда я увидела пациентов, я поняла, что у меня все шикарно. Все не могло быть лучше. Мне сделали кучу вообще каких-то странных процедур. Мне с каждого глаза по 7 ресничек вытащили на анализы. Я не поняла, при чем здесь ресницы вообще. Но если врач говорит, конечно же надо. Тем более я этому врачу доверяю в том плане, что у нее очень большой опыт в этой сфере. И вообще у Фати есть знакомая, которая к ней ходила. И очень довольна она осталась. То есть такие проблемы у нее были с кожей. И все это врач вылечила. Вот. Я решила, почему нет. Зачем ждать глобальных проблем? Зачем ждать, чтобы на лице оставались какие-то пятна? Вообще зачем я это все затеяла, я могу вам рассказать. Я хочу ходить по улице, идти куда-то без тональной основы. То есть чтобы лицо было здоровое, чистое. Это же возможно. Зачем мазать вот эту шкатурку? Мне настолько надоело, что я беру телефон, а потом смотрю, у меня телефон весь в тональном. Потом вытираю этот телефон. Побывав там, я поняла, что я очень правильно выбрала профессию. Я бы не смогла быть врачом однозначно. Вот побывав там, я это поняла. Там какая-то аура совершенно другая. Может быть люди привыкают к этому, я конечно не знаю. Но я бы не смогла там работать, это однозначно. Хотя моя мама очень хотела, чтобы я была врачом или учительницей. Я не жалею, что я выбрала именно эту профессию экономист. Когда я поступала вообще, папа с мамой обсуждали, что экономистов очень много. Все они где-то без работы. Лучше если у меня будет какая-то профессия. Либо врач, либо учитель. Но я понимала, что ни та, ни другая профессия мне не нравится. Поэтому, если у вас сейчас стоит выбор, куда поступать, слушайте только свое сердце. Я все поела, это было нереально вкусно. Но давайте продолжим разговор. То есть я сижу, например, у себя на работе. И я на самом деле кайфую от того, что я люблю свою работу. Если бы я работала где-то в больнице или где-то в школе, я уверена на 100%, я бы не чувствовала себя комфортно. Однозначно просто. То есть работа с бумагами, счетами, какими-то документами. Вот это вот мое. А вообще я в детстве еще мечтала быть адвокатом. Просто папа говорил, что это не женская профессия и так далее. Но мне кажется, работа адвокатом мне бы тоже очень понравилась. Но получилось как получилось. Я ни о чем не жалею. Как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть для вас эта мелочь для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok